Как только Солнце начинает садиться и в небе появляются первые звезды? Наверняка многие из вас загадывают желание при взоре на бескрайнее ночное небо, но только на секундочку представьте, что все эти звезды, галактики, черные дыры и иные явления составляют всего 5% от массы всей Вселенной. Это потрясающе! А вот остальные 95% занимает, собственно, что? Если вам по душе романтика бескрайних космических просторов и вы хотите почувствовать себя пилотом боевого космического корабля, то обязательно сыграйте в Star Conflict. Игра реально захватывает с первых минут, и бой за боем становится все интереснее и интереснее. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите свой собственный космический корабль. Горячая темная материя. Это нейтрино, скорость которых практически равна световой, а масса почти нулевая. То есть они ничтожно малы для обнаружения на современном этапе развития астрономии. Многие ученые считают, что запасы нейтрино во Вселенной поистине неисчислимы, поскольку примерное количество веществ в одном кубическом сантиметре составляет около 300. Еще одной особенностью частицы является то, что нейтрино из-за громадных скоростей не способны создавать сколько-нибудь стабильной структуры. Но влияние на прочие составляющие Вселенной они однозначно оказывают. Теплая темная материя. О существовании данной субстанции практически ничего не известно. Предполагается, что это стерильная нейтрино, движущаяся с релятивистскими скоростями, близкими к световым, но все же более низкими, чем у обычных нейтрино. Экспериментально данные частицы пока не обнаружены. Холодная темная материя. Этот вид наиболее интересен ученым, а вероятность наличия в космосе именно холодной темной материи велика. Почему? Спросите вы. Среди непостижимых загадок данной темы ответ на этот вопрос доэлементарного прост. Данный вид материи движется гораздо более медленно, поэтому способен создавать стабильные объекты, например, темные галактики. То есть косвенно видимые структуры. Вещества, из которых состоит этот неизученный вид, названы вимпы и виспы. Первые из них массивны, гораздо тяжелее протонов, а вторые – сверхлегкие. Ученые пришли к выводу, что на холодную темную материю могут воздействовать законы Ньютона, а также некоторые признаки, присущие обычным типам материи, свойственны упомянутой субстанции. Основные претенденты на включение в данные группы веществ – аксионы, фатина и гравитина. Аксион считается виспом, то есть частицей с критически малой массой. Попытки его обнаружить в лабораторных условиях не увенчались успехом. В огромных камерах воссоздавалось магнитное поле в 100 тысяч раз больше, нежели у нашей планеты – 80 тысяч гауссов. Но эксперимент оказался безрезультатным. Примечательно, что это еще не все сюрпризы нашей Вселенной. Ранее астрономы считали, что после большого взрыва пространство в конце концов начнет коллапсировать, понемногу уменьшая скорость расширения. Но это не так. Галактики по-прежнему ускоренно удаляются друг от друга. Считается, что этому способствует темная энергия, результат действия которой можно заметить только при наблюдении очень крупных космических объектов. Это еще менее изученный вопрос, нежели частицы темной материи. Ученые предполагают, что данный вид энергии равномерно распределяется в пространстве. В отличие от привычной нам субстанции, у темной энергии присутствуют свойства гравитационного отталкивания. А также ее плотность не зависит от времени. Последний вывод астрономы сделали на основании того, что после большого взрыва плотность обычной энергии преобладала над темной. В данное время ситуация меняется в пользу темной энергии. То есть плотность обычной энергии со временем менялась, а темной оставалась на этом же уровне, что и сейчас. Как бы то ни было, очевидно одно. Вокруг нашего маленького земного мирка действуют неведомые, сложные для понимания законы, которые с трудом изучаются и недоступны для созерцания в мизерном масштабе человеческой жизни. Но кто знает, возможно, в будущем мы все-таки научимся взвешивать пустоту, вакуума и проникать в тайны вселенских механизмов. Время на нашей стороне. Если вам действительно понравилось это видео, вы ждёте последующих выпусков, то обязательно ставьте большой палец вверх, обозначьте, собственно, что вам понравилось. Это очень поможет для рейтинга и распространения данных видеороликов. Мы очень надеемся, что как можно больше людей посмотрит наше следующее видео. Ведь оно может очень сильно всех заинтересовать, подтолкнуть людей любить науку. А не это ли круто? Не это ли то, к чему мы стремимся? Также в описании есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Мы будем очень признательны, если вы на неё подпишетесь. Ну что ж, на этом всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok